МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПО в студии Алена Сянти. В начале выпуска, как всегда, коротко о главных темах к этому часу. Прошлое лето здесь располагалось детское кафе. Это было замечательно. Можно было поиграть с ребёночком. Одновременно выпить сок, съесть мороженое, пирожное. А сейчас что мы видим? Сплошная сибирская корона, курящие люди. Взрослые удовольствия на месте детского кафе не по душе семейным петрозаводчанам с детьми. Не хотела даже на стадион сюда приходить. Тренировки все забивала, можно сказать. Но потом тренер, видимо, взял в биржовую рукавицы. Всё, что не делается, всё к лучшему, считает карельская спортсменка, завоевавшая золото на универсиаде в Казани. Особую гордость испытываешь, когда приходишь в Перм, а за тобой ещё приходят не только деревянные, но и пластиковые ротки. В акватории Онежского озера спущены на воду яхты-участницы ежегодной регаты. Среди судов есть редкие экземпляры, появившиеся на свет 45 лет назад. Первый участок автодороги Санкт-Петербург-Приозерск-Сартовало-Петрозаводск планируется построить к октябрю этого года. А движение по нему может быть с определёнными ограничениями открыто уже в следующем году. Об этом было объявлено сегодня во время поездки главы Карелии Александра Худиланина в Лахденпохский район. Руководитель региона осмотрел два строящихся участка автодороги. Строительство автодороги общей протяжённостью 190 километров включено в федеральную целевую программу. Новая комфортабельная трасса заменит старые асфальтовые и грунтовые участки, сократит путь на 70 километров и позволит изменить жизнь прилегающих к ней посёлков. Вот как оценил значение нового транспортного объекта глава Карелии Александр Худиланин в интервью нашей телекомпании. Возмущают наших водителей, автолюбителей, вот те участки грунтовой дороги, которые сегодня похожи на раллийную трассу, когда там и вверх, и вниз, с крутыми поворотами, и в общем так, небезопасно ехать, поэтому там на каждых 200-300 метров стоит огромный аншлаг, осторожная, там повышенная аварийность и всё остальное. От этого мы уходим. В 16-м году дорога придёт в Сартовалу, в 18-м году придёт в Пряжу. Работа по строительству трассы включает в себя сооружение новых коммуникаций, возведение новых мостов, полное обустройство дороги. Закончить первый из участков строителей планируют к октябрю этого года. В будущем году по нему может начаться пилотное движение. Кроме того, строители пообещали привести в порядок старый участок федеральной трассы, которым также смогут пользоваться автомобилисты. В Петрозаводске бывший судебный пристав-исполнитель осуждён за присвоение более полумиллиона рублей из служебный подлог. Как было установлено, с 2009 по 2013 год злоумышленник неоднократно присваивал деньги, которые получал от должников и обязан был перечислять взыскателям по исполнительным производствам. При этом он подделывал служебную документацию. Преступления были выявлены собственной службой безопасности Карельской службы судебных приставов. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. Вместо привычного детского кафе рядом с игровой площадкой на Петрозаводской набережной в этом году работает павильон, который предлагает типичный летний ассортимент – шашлык и пиво. Как совместилось несовместимое – дети и пиво? И почему рядом с детскими качелями можно курить? Попыталась выяснить Ольга Ряминин. В этом году горожане обнаружили, что на привычном месте, на набережной, рядом с детской площадкой, не оказалось детского кафе, которое работало здесь более трех сезонов. Прошлое лето здесь располагалось детское кафе. Это было замечательно. Можно было поиграть с ребеночком, одновременно выпить сок, съесть мороженое, пирожное. А сейчас что мы видим? Сплошная сибирская корона, курящие люди. В результате аукциона право аренды на этот участок перешло другому предпринимателю. Предлагая детский ассортимент, прежний владелец кафе не смог конкурировать с теми участниками аукциона, которые предлагают типичный летний набор – шашлык и пиво. Соответственно, кто готов был купить за большую цену, те и увеличивали цену. В соответствии с законодательством был установлен шаг аукциона, начальная стоимость. То есть доходило до того, что стоимость участков увеличилась в разы, в три-четыре раза. Так здесь появилось это кафе. Предлагая этот участок для организации общественного питания, городская администрация не учла, что практически в нескольких метрах находится детская площадка, пусть даже заброшенная и непонятно кому принадлежащая. Но дети здесь играют, качаются на качелях. Сюда приходят мамы с маленькими детьми, а рядом взрослые пьют пиво. К сожалению, не самый лучший, конечно, факт для наших детей, не самый лучший пример. Наверное, это неправильное решение, но мы ограничить предпринимателя, согласно федеральному закону, не можем его в ассортименте. Я думаю, что администрация на будущие периоды, вполне возможно, на данном земельном участке будет рассматривать другой ассортимент товара, и вполне возможно, в документацию аукционную будет внесено изменение. Получается, что на ближайшие три года место останется за предпринимателем, который выиграл аукцион. Кстати, его самого продажа пива рядом с детской площадкой совсем не смущает. На наш вопрос, мол, ничего, что тут малыши играют, мы получили ожидаемый ответ. Вы дошли, говорите, закрепил, не ссаму ничего. Нормально. Участок для организации этого летнего кафе сдан в аренду по всем правилам, честно, в результате аукциона. И, в общем-то, и курить на территории кафе тоже можно в соответствии с законом. И предприятие общественного питания имеет право продавать алкогольные напитки и пиво. Все, в общем-то, законно. Только вот как-то не по-человечески. Скрытые камеры, которые все чаще устанавливаются у магазинов в подъездах жилых домов Петрозаводска, помогают в раскрытии преступлений. Сотрудники уголовного розыска в данный момент устанавливают личность преступника, попавшего в поле зрения такой камеры, которая сняла момент похищения велосипеда на улице Ригачино. Женщина, пристегнувшая своего железного коня противоугонным тросом к ограждению возле дома, вернулась через 15 минут и обнаружила пропажу велосипеда. Как видно на этих кадрах, практически сразу после того, как хозяйка ушла, к велосипеду подошел мужчина и, разорвав трос, совершил кражу. Сотрудниками уголовного розыска в рамках уголовного дела ведется розыск виновного. Всех, кому что-либо известно о гражданине, которого можно увидеть на видеозаписи, просят сообщать в полицию по телефону 56 13 70 8 911 429 85 98 или 02. Еще одно видео, на этот раз снятая камера видеорегистратора, запечатлела погоню, которую устроили на днях в Петрозаводске сотрудники полиции. Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска, в 6 часу утра в дежурную часть поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что некто в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль СААБа. Указанная машина была замечена нарядом ДПС на улице Кирова. Перед перекрестком полицейский предложил водителю остановиться, однако тот выехал на проспект Ленина и ускорился. Пытаясь скрыться от стражи порядка, СААБ пролетел на красный свет пять перекрестков. На улице Красноармейской водитель не рискнул выехать на встречку и вынужден был остановиться. А нарушителем оказался мужчина 81-го года рождения. Необходимых документов у него при себе не оказалось, но зато алкоголь в крови присутствовал. За нарушение правил дорожного движения он уже оштрафован. Теперь его ждет наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за неповиновение сотрудникам полиции. Я напомню, что поймать нарушителя удалось благодаря анонимному звонку в дежурную часть. И сегодня мы хотим спросить у вас. Сообщите ли вы в полицию о пьяном водителе? Заходите на наш сайт и голосуйте. Итоги, как обычно, мы подведем завтра. А сейчас продолжаем наш выпуск. Легкоатлетка Надежда Котлерова привезла в Карелию золотую медаль, полученную на универсиаде в Казани. В эстафете на 400 метров ее команда пробежала быстрее всех. Все, что не делается, все к лучшему. Девиз спортсменки. Что заставило Надежду бросить в свое время любимое дело и начать заниматься легкой атлетикой, узнала Анна Монакова. В школе Надежда Котлерова уроки физкультуры не жаловала. Спортсменов у нее в семье не было. Правда, ходила в лыжную секцию, но уж легкая атлетика была от нее совсем далека. Я со скандалами на самом деле в легкую атлетику уходила. Просто я смотрела по телевизору этот биатлон и понимала, что это вообще мое. Не хотела даже на стадион сюда приходить. Тренировки все забивала, можно сказать. Но потом тренер, видимо, взял в ежевые рукавицы меня. Занимается Надежда легкой атлетикой с 11 класса. Впервые потенциал юной спортсменки заметили на республиканских соревнованиях в Петрозаводске. С того самого момента и начались настоящие тренировки. Спасибо моему папе, надо сказать, что он меня по походам в детстве натаскивал. Я идти не могу, мне все равно тащить 10 километров. Вот это, мне кажется, выносливость моей поспособствовала. Надежда закончила университет, вышла замуж, воспитывает дочку. Специально для участия в универсиаде поступила в аспирантуру. Совмещать семью и учебу ей удается без ущерба спорту. Она довольно-таки способна, талантливый человек, который готов на высокий результат. Ее уровня нету, спортсменов. Хотелось проводить даже в этом году соревнования и ставить ее за бег именно с мальчиками, чтобы она результат показывала. Четырехсотметровка в Казани для Надежды была легче легкого. Как она сама признается, ничего нового не произошло. Медаль была ожидаема. Ни одна из команд соперников конкуренции не создала. Теперь легкоатлетка готовится к чемпионату мира, который пройдет в Москве с 10 по 18 августа. Затем все свои силы Надежда бросит на подготовку к Олимпиаде. И сегодня же Надежду Котлерову поздравили с победой чиновники от спорта. Сам министр Александр Воронов находится сейчас в Казани. Он примет участие в закрытии универсиады. Поэтому цветы и небольшие подарки победительница вручал его заместитель Евгений Шорохов. Он отметил, что золото Надежда получила более чем заслуженно. В эстафете она бежала третьей и со своим этапом справилась лучше других. Мы гордимся тобой. Спасибо. Гордимся твоими результатами, твоими успехами, твоей победой. И мы очень рады и за твоего тренера, за Сергея Анатольевича. Потому что это труд совместный. Спортсмен без тренера никуда. Тренер без спортсмена тоже никуда. Впереди у Надежды чемпионат мира по легкой атлетике. Свои шансы она сама расценивает скептически. Говорит, особо на победу не рассчитывает. И все-таки конкуренция будет жесткой. Но в любом случае для молодой спортсменки это будет ценный опыт. А сейчас коротко о других событиях в республике. Карелия подводит итоги весенней призывной кампании. Официально она завершилась 15 июля. В войска были направлены чуть более тысячи человек. Более половины остались служить на северо-западе. Остальные уехали для прохождения службы в западный военный округ. По итогам кампании за уклонение от военной службы к уголовной ответственности был привлечен один человек. В Карелии подвели итоги конкурса среди сельских учреждений культуры. Победителем стала Челнинская библиотека. Помимо нее в конкурсе принимали участие 24 учреждения. Это музеи, досуговые центры, дома культуры, музыкальные школы. А лучшим работником этой сферы признан библиотекарь Центра культуры и досуга поселка Гервас Вера Черкова. Идея безвизового режима с Россией пользуется популярностью в Финляндии. Об этом сообщает телекомпания «Юля». Согласно опросу, проведенному профсоюзом сферы обслуживания, половина респондентов благожелательно относится к отмене виз для россиян. Они полагают, что эта мера благоприятно отразится на финской сфере обслуживания. В опросе приняли участие около двух тысяч человек, среди которых политики, чиновники и руководители предприятий. Федеральная миграционная служба планирует защитить первоочередное право россиян на трудоустройство. Об этом заявил глава ведомства Константин Ромодановский. Он предложил использовать опыт Евросоюза, где, по его словам, свободные рабочие места занимают сначала местные жители. После этого доступ к невостребованным вакансиям открывается для жителей других регионов страны, а затем для иностранцев. В полиции разыскивается без вести пропавший скрынник Евгений Федорович, 68-го года рождения. 7 июля он ушел из дома в Петрозаводске до настоящего момента, о его местонахождении ничего не известно. Приметы на вид 40-45 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, стрижка короткая, волосы черные с проседью. Был одет, футболка темного цвета, вельветовые штаны черного цвета, туфли черного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону. 71-53-27-8911-435-9104 или 02. В Петрозаводске на воду спустили драконов, но к сказочным рептилиям они не имеют никакого отношения. Дракон – это класс гоночных яхт, которые завтра будут состязаться за банковский кубок в акватории Онежского озера. Среди них есть и просто удивительные лодки, сделанные из красного дерева 45 лет назад. О подготовке к всероссийским соревнованиям яхтсменов расскажет Максим Алиев. В Петрозаводск яхтенный флот прибыл еще вчера, но по суше. Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Возрождение класса, вычеркнутого из олимпийской программы еще в 1972 году, начинается со столичных городов. Класс по праву считается аристократическим, ведь во главе его международной ассоциации стоит бывший король Греции Константин. Да и в целом класс этот, несмотря на небольшой размер яхт, не для новичков. На нем гоняются очень взрослые, яденьки, что называется, у которых богатый опыт в гонках, в тактике, в стратегии. И они этот опыт применяют на этих яхтах. Благодаря тому, что этот класс монотипный, скорости у яхт очень одинаковые. И принять решение по выигрышу гонок и так далее можно только тактически, стратегически. То есть просто скоростью от всех не убежать. Монотипный класс означает, что все яхты имеют одинаковые размеры, одинаковые по площади паруса и даже вес экипажа из трех человек не должен превышать определенных значений. Тем не менее, в гонках на особых правах участвуют классические яхты. То есть сделаны из дерева, а не из стеклопластика, как современные образцы. Одна из таких – ретро-красавец танго, построенная из красного дерева в Таллине еще в 68-м году. Уже четыре года подряд ее экипаж становится чемпионом России среди классических яхт, порой обходя и современные пластиковые лодки. Город испытываешь в любом случае, когда приходишь, допустим, первым, да, в любом случае. Еще особый гордость испытываешь, когда приходишь первым, а за тобой еще приходят не только деревянные, но и пластиковые лодки. Это тоже приятно, потому что, как бы, ну, все-таки лодка старая и есть свои, так сказать, нюансы. Ну а за состязаниями 15 драконов можно будет наблюдать уже завтра с Онежской набережной. Экипажам предстоит пройти в акватории Петрозаводска две петли по две морские мили. Так что зрелище обещает быть захватывающим. Пока парусные суда готовятся к старту, сотрудники госинспекции по маломерным судам показали скорость и маневренность моторных лодок. С сегодняшнего числа и по 19 июля в Петрозаводске проходит соревнование среди сотрудников ГИМС Северо-Западного округа. Участников соревнований проверяют на знание теории, способность оказать доврачебную помощь и, конечно, навыки управления мотолодками, которые продемонстрировали сегодня. Подробнее в нашем следующем сюжете. На старт! Внимание! Участники соревнований маневрируют, обходя буйки. Некоторые моторки чуть ли не черпают воду. Быстроходная и маневренная моторная лодка «Мастер-500», которыми оснащается подразделение ГИМС, способна разогнаться до 70 км в час. Дисквалифицирован, в общем-то, может за грубейшее нарушение правил маневрирования, то есть может наесть и на бой, и опрокидывание лодки. Бывает и получают травмы люди, в общем-то, и ломают и руки, и ноги. Это бывает подоредко, но все равно мы понимаем все меры безопасности. На данном этапе участники должны показать свое умение управлять мотолодкой, то есть маневрирование, скорость и, что немаловажно, соблюдение техники безопасности. Тут же скорость и мастерство управления, маневрировать между буйами и так далее. Знать надо, конечно, и уметь. В соревнованиях среди государственных инспекторов по маломерным судам принимают участие 11 субъектов Северо-Запада. Это сборные Пскова, Новгорода, Калининграда, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Карелии и Мурманской области. Маневрирование на моторных лодках выявит лучшую команду. Это наилучший показатель при суммировании баллов всех трех участников. Также определят лучшего участника, и не исключено, что он окажется не из победившей команды. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас также в интернете на сайте www.sampo.tv В студии была Алена Сянти. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова